добрый день меня зовут дарья ветеринарный специалист компании biofar россия и сегодня я бы хотела вам рассказать о такой теме как гемолитическая анемия котят рассмотрим почему возникает эта патология и как помочь котенку если он оказался в такой ситуации начать я бы хотела понимание того вопроса почему вообще так происходит а именно начать с групп крови кошек всего кошек существует три группы крови это группа а а b и соответственно б для каждой группы характерно присутствие определенных протеинов которые называются антигенами и располагаются они на поверхности эритроцитов эти антигены соответственно обозначаются буквами а и b и так на эритроцитах на их поверхности содержится соответственно антигены а на эритроцитах которые относятся группе а б на эритроцитах когда группа крови относится группе б и если присутствуют и те и другие на поверхности эритроцитов соответственно группы считается А, Б. Наследуются группы крови у кошек достаточно просто. И используются там, в принципе, те же системы, принципы, что и у людей. Но есть определенные некоторые различия. У кошек система групп крови так и обозначается буковками А и Б. И отражается она, соответственно, в генотипе. Существует три аллели, то есть, грубо говоря, три варианта. Это, соответственно, А, Б и А, Б. Аллель А, она доминантная, она самая сильная, она доминирует по отношению к А, Б. А А, Б, в свою очередь, по отношению к Б. То есть, таким образом, у нас получается, что аллель Б самая слабая, самая уязвимая. И это сопряжено также с реакцией, которые оказывают те или иные антитела в крови на антигены, которые располагаются на поверхности ретроцитов. Каждая кошка, собственно, так же, как у нас с вами, наследует по одному аллелю от каждого родителя. Следовательно, чтобы у кошки была группа крови Б, о которой, собственно, мы сегодня и будем вести речь в первую очередь, необходимо, чтобы она имела два аллеля группы Б. То есть, получила их от мамы и от папы. Кошка с группой крови А, Б может быть гомозиготной, то есть, у нее две одинаковые аллели пришло от мамы и от папы, а именно А и Б. А может, например, наследовать один аллель А, Б, а второй просто Б. В этом случае у нее, соответственно, гены разные от мамы и от папы. Она называется гетерозиготной, да, и, соответственно, имеет обозначение такая группа крови А, Б. И если кошка имеет группу крови А, то она, соответственно, имеет как минимум один доминантный аллель А, а вот второй от второго родителя может быть, в принципе, любой. Это может быть и еще одна А, это может быть А, Б, соответственно, от родителя, либо Б. Соответственно, варианта, когда у нас кошка имеет группу А, получается три различных. У кошек нету практически передачи материнских антител потомству, так называемым, трансплацентарным путем, то есть, в период внутриутробного развития через плаценту. Практически он не происходит. Это связано со строением самой плаценты и не позволяет антителам преодолевать вот этот плацентарный барьер. Передача пассивного иммунитета начинается в тот момент, когда малыши начинают получать молозиво, то есть в первые 48 часов жизни котенка. У новорожденного котенка антитела молозивы не расщепляются в желудке и всасываются в кровь практически в неизмененном виде. И предназначены они для того, чтобы защищать малыша от различных возбудителей инфекции, которые могут присутствовать в окружающей среде, в питомнике и так далее. Пассивный иммунитет или так называемый коллостральный иммунитет защищает малыша до момента первой вакцинации, либо до момента, когда его иммунная система сама не сможет бороться с инфекциями. Но это как бы касается, как правило, тех котят, которые уличные, которые не вакцинируются. Собственно, это одна из причин, почему мы проводим вакцинацию малышей с определенного возраста, потому что до этого момента в ней нет особого смысла, потому что коллостральный иммунитет, все компоненты вакцины просто уничтожат. Поэтому, соответственно, она применяется в определенном этапе, когда уже он не действует. Но есть такая возможность, что будет наблюдаться несовместимость групп крови матери и, соответственно, новорожденных малышей, и молозива в этом случае, то есть именно те антитела, которые несет молозива, они будут представлять опасность для потомства. Как же все это, собственно, происходит? Особенностью кошек и причиной достаточно частого проявления гемолитической болезни либо гемолитической анемии новорожденных является то, что кошка с группой крови В продуцирует антитела против антигенов, которые определяют группу крови А. То есть эти антитела называются естественными, потому что для того, чтобы началась какая-то иммунная реакция, не требуется, скажем так, раннего проникновения. То есть по аналогии с тем, как у нас развивается аллергическая реакция, у нас сначала происходит первичный контакт с каким-то антигеном, и уже на второй контакт у нас будет какая-либо реакция. То есть при первичном контакте с чем-либо реакция не развивается. В случае естественных антител никаких предыдущих контактов не нужно. При первом же попадании, соответственно, мы будем наблюдать сенсибилизацию. Соответственно, такой механизм будет называться естественным. Антитела у малышей появляются между шестым и десятыми неделями жизни. Своего максимума в титре достигают где-то в возрасте уже нескольких месяцев. Проводится исследование по этому поводу. И согласно им, более 95% кошек с группой крови В обладают антителами против антигенов, которые определяют группу А. Если эти антитела встречаются с эритроцитами, они способны вызвать их гемолиз или разрушение. Только у третьих кошек при этом с группой крови А имеются антитела против эритроцитов группы В. Но при этом они обладают достаточно низкой гемолитической активностью. И, соответственно, в обратную сторону у нас этот механизм практически не работает. Что касается кошек с группой крови А, В, то у них вообще отсутствуют антитела против эритроцитарных антигенов А и В. То есть в этом случае у нас конфликта точно не будет. Но для того, чтобы как бы точно быть уверенным, нам как минимум нужно знать группу крови нашей кошки-мамы. Когда кошка с группой крови В, соответственно, кормит молозивом котят, она передает им свои антитела, и эти антитела против группы крови А, соответственно. Они попадают в кровяное русло котенка, и в течение первых где-то 16 часов его жизни в среднем, 14-16. Если у котенка у самого группа крови А, антитела его матери будут разрушать его собственные эритроциты. То есть у нас у мамы группа В, у малышей, соответственно, получилась группа А, потому что у папы там была другая комбинация. И вот в этом случае мы будем наблюдать явление гемолитической анемии или так называемого изоиммунного эритролиза. У кошки с группой крови А антитела недостаточно активны для того, чтобы разрушать эритроциты котят, у которых, соответственно, группа В. То есть наоборот, как я сказала, это не работает. Есть определенная частота проявления этой патологии, и делится она, если смотреть с точки зрения породистых кошек и беспородных. Вот у домашних беспородных кошек, по результатам исследований, которые были направлены на изучение распространения групп крови, вообще в средней популяции домашних кошек беспородных, у домашних беспородных кошек частота встречаемости не одинакова в зависимости от страны. Установлено, например, что на территории Австралии 73% кошек имеют группу крови А, а в некоторых штатах США их количество достигает практически 100%, там 99% с хвостиком. Оставшаяся часть популяции представлена почти исключительно группой крови В. А группа крови А, В встречается очень редко, то есть это менее 1%. У породистых кошек совершенно по-другому все происходит, по той простой причине, что там происходит контролируемое скрещивание, и, соответственно, в этом случае цифры эти будут различаться. Географический фактор очень там мало влияет на распространение групп крови. У некоторых пород, особенно таких, как ориентальные, группа крови В встречается очень-очень редко. И в ходе различных исследований также выявлялось, что, например, у берманской священной кошки, если выбор отца и матери сделан случайным образом, в этом случае риск гемолитической болезни новорожденных составляет более 20%, то есть где-то порядка 21-22%. Теоретически этому заболеванию подвержен каждый пятый приплод в случае кошек породы Бирма. Соответственно, если вы являетесь заводчиком той породы кошек, которая находится, так сказать, в группе риска, то имеет смысл четко отслеживать группу крови матери, потому что именно она будет иметь значение. Но есть там как бы другие методы, сегодня тоже об этом поговорим. Существует всего три основные формы течения заболевания, и, соответственно, все они сопровождаются различной симптоматикой. В случае гемолитической болезни котят, они рождаются абсолютно здоровыми, жизнеспособными, и, как говорится, ничто не предвещает беды. Через несколько часов после рождения, соответственно, если у нас такая ситуация наблюдается у мамы группы крови В, мы можем наблюдать три различных варианта течения ситуации. Первая форма – это сверхострая, она проходит вообще без каких-либо симптомов, за исключением того, что за несколько часов до гибели малыши просто перестают сосать. И даже если сделать потом патолого-анатомическое исследование погибших котят, мы-то никаких изменений вообще не обнаружим. Но если вдруг такая ситуация у нас наблюдается, очень важно в этом случае сразу сделать анализ крови мамы и узнать, какая у нее группа крови. Потому что это будет важно при составлении пар и при планировании, соответственно, ее присутствия в племенной работе в дальнейшем. Вторая форма – это форма острая. В этом случае смерть котят наступает через несколько дней. Котенок перестает сосать, у него развивается гемоглобин уриет, то есть присутствие освободившегося из эритроцитов гемоглобина, потому что они разрушились. Гемоглобин, соответственно, попадает в мочу, и в этом случае моча окрашивается в любой цвет из палитры розового, то есть от светло-розового до густо-темно-красного. Иногда можно обнаружить проявление желтушности на слизистых, и будет такой характерный желтый цвет на ушах, на слизистых ртовой полости и в области вокруг глаз. И третья форма – это форма подострая. Она будет характеризоваться наличием слабости, отказа от сосаний, как следствие, естественно, потери массы у малышей. И в некоторых случаях потеря массы вообще является единственным симптомом проявления гемолитической болезни новорожденных, которая в конечном счете иногда приводит к смерти котенка через неделю от самого начала заболевания. Без каких-либо диагностических мероприятий, проведения последующего исследования всей этой ситуации, этот синдром, собирательным таким понятием, называется синдром увядания или угасания котят. Кстати, по этому поводу у нас тоже был отдельный семинар, его можно посмотреть на нашем канале. В одном и том же приплоде, конечно, в разных приплодах от одной мамы, возможны все три формы течения заболевания. И неодинаковая восприимчивость к болезни, и то течение, в котором она себя проявляет, проявляет у разных котят, связанное и с различиями в усвоении молозива, и даже в том количестве, сколько молозива они получили, концентрация антител в крови и в молозиве матери именно в тот момент, когда она их кормила. Ну и также, конечно, индивидуальные характеристики иммунной системы котят. Иногда антителак и троцитом группы крови А образуют с ними прецепитаты. Это такие достаточно устойчивые соединения. И присутствие таких комплексов нарушает кровоснабжение конечностей вплоть до развития их отмирания, то есть до развития некроза. И если котята эту ситуацию, так сказать, переживают, да, и остаются в живых, так правило, у них в последующие две недели наблюдается отмирание кончика хвоста. Вот такое явление, как вы видите на фотографии. Если мы видим такой признак у котенка, это можно, значит, с уверенностью говорить, что у матери этого котенка была группа крови Б, а у самого котенка при этом является группа крови А. И у него была такая перенесенная легкая форма неонатального изоиммунного эритролиза. Как же это можно диагностировать, эту ситуацию, поймать, так сказать, на раннем его этапе? Если у нас происходит так, что котенок погибает в первые дни жизни, можно подозревать такую патологию, как неонатальный эритролиз. То есть в этом случае мы уже будем как бы наблюдать за ситуацией, понимать, насколько, опять же, у нас эта кошка может оставаться в разведении, во-первых, а во-вторых, как чувствуют себя остальные котята из этого же помета. Чтобы исключить вообще все вот эти ситуации, исключить такой диагноз, надо заранее знать группу крови матери. Это достаточно недорогое исследование, оно проводится практически в любой ветеринарной лаборатории и позволяет вам уже точно понимать, какова ситуация конкретно с вот этой вашей племенной кошкой. Если мы наблюдаем у котенка гемоглобинурию, то есть присутствие гемоглобина в моче, ее можно обнаружить прямо даже вот в первые часы жизни. Для того, чтобы это понять, не обязательно сидеть и ждать, пока котенок пописывает. Можно достаточно теплой влажной тряпкой потереть область промежности и вызвать, соответственно, у котенка мочеиспускание. Любой оттенок, изменение оттенка будет указывать на гемоглобинурию. В норме моча должна быть абсолютно прозрачная, бесцветная. Если мы там видим любой оттенок розового, тем более красного, все это должно наводить на мысль об эритролизе. В этом случае ветеринарный врач может вот это предположение подтвердить, особенно если мы проведем анализ крови котенка по крови с пуповины, то есть мы сразу можем взять момент родов. И, соответственно, с помощью диагностической полоски, если у нас роды происходят в условии клиники, врач может это подтвердить. Если заболевания проявляются у первого же приплода, в дальнейшем проблем может и не быть вообще. То есть если у нас кошка дальше, например, вяжется с другим котом, то там может вообще ничего не проявиться. И в этом случае заводчик даже не узнает, что у котетка, рожденного от этой кошки, вообще есть риск развития гемолитической болезни. Ее симптомы очень различны, очень вариабельны и зависят от индивидуальной особенности каждого конкретного котенка. От генотипа этого кота, то есть отца, от концентрации молозива, сколько его получил котенок, как оно усвоилось и так далее. Как же можно помочь из этой ситуации выйти? Если группа крови В не очень распространена внутри породной линии, то самок с группой В можно из разведения просто убрать. То есть если вы знаете, что у вашей кошки группа В. Но как бы это решение надо принимать взвешенно и ни в коем случае не делать поспешных каких-то шагов, потому что если мы говорим про сохранность породы, то мы можем потерять ценного генетического носителя и ценные и полезные для породы конкретные гены. И если мы исключаем ценную маму из разведения и применяем маму не таких высоких генетических качеств, то в этом случае мы можем там нацеплять генетические заболевания, которые могут притянуть другие кошки за собой по своей линии и так далее. Если мы говорим про породу не сильно распространенную, то в этом случае как бы правильнее будет применять другие способы. Если предотвратить рискованную вязку, скажем так, не удалось, то после рождения котят целесообразно определить их группу крови. Опять же по группе пуповины, по крови из пуповины сделать это сразу. Если такой возможности нет, то следует, соответственно, котят от матери изолировать и как минимум на первые 48 часов. После этого времени малышей можно маме вернуть, потому что этапа молозива уже не будет, но при этом будет мамино молоко. И даже при питании материнским молоком после закрытия вот этого кишечного барьера антитела перестанут поступать из кишечника в кровоток. Даже если они будут присутствовать в молоке, они все равно не нанесут вреда котенку. На опасный период, то есть первые двое, а лучше трое соток жизни, котят рекомендовано отдать на выкармливание другой кошки с группой крови А. Если она у нас, конечно, такова и есть. Если такой кошки нет, то котят, конечно, необходимо обеспечить заменителем молока. И если есть такая возможность, то желательно заменителем молозива. То есть это заранее подготовленное молозиво замороженное от кошки с группой крови А. Но это молозиво обязательно должно быть проверено на отсутствие лекемии и иммунодефицита. Если это кошка из вашего питомника, будет прям вообще идеально. Если она также с группой крови А, и мы заранее у нее взяли молозиво. Если у нас котенку меньше 24 часов от роду, его необходимо от матери отнять. Если же котята уже старше, то их отъем не принесет пользы. Они уже получили эти антитела с молозивом, и, соответственно, они уже попадали к ним в кровь. Здесь лечение оказывается симптоматическое в виде различных вливаний, в виде согреваний. В редких случаях иногда применяют переливание крови группы А. Но на практике это применяется очень редко, потому что котенок новорожденный все-таки очень маленький. И в некоторых случаях диагноз часто ставят уже либо после смерти котенка, либо после того, как котенок практически выздоровел. То есть когда мы уже наблюдаем вот этот отмерший кончик хвоста. Есть определенные механизмы, которые позволяют снизить группы риска. Во-первых, когда скрещивают кошку с группой крови Б и кота с группой крови А, поражение приплода может повлечь очень разные последствия. От массовой гибели вообще всего помета до отсутствия вообще этого заболевания в помете. Как бы здесь, к сожалению, невозможно предугадать. Если у нас кот гомозиготин, то есть он от своих родителей получил две аллели А, то теоретически должны заболеть все котята, так как у всех у них будет группа крови А. Потому что мы с вами помним, что А аллель самая доминантная, самая сильная. Если она у кого-то из родителей присутствует, она будет подгибать под себя все, что вот там есть другое, и выводить, соответственно, группу крови А. В случае, если у нас папа гетерозиготин, то есть у него группа крови А-Б, некоторые котята унаследуют группу крови Б, и, соответственно, у них заболевание не разовьется, потому что у них будет так же, как у матери, группа Б. А другие окажутся с группой крови А, но как бы они будут гетерозиготные, то есть у них будет, соответственно, А и Б. Если два котенка из одного приплода, ну то есть из одного помета, имеют группу крови А, и один из них погибает, то в этом случае заводчик может все-таки все это списать на какие-то проблемы внутриродовые, либо патологии развития и так далее. Тогда это повторится, соответственно, ситуация и в дальнейшем. У всех последующих приплодов истинной причины как бы мы так и не узнаем, если мы не будем разбираться в причинах гибели помета, да, или части помета, после того, как это произошло. Тот факт, что котята во внутриутробный период развития не подвержены отрицательному воздействию антител матери, да, казалось бы, это важно, потому что вот почему они могут погибнуть только после рождения. Повторюсь, потому что у них нету прямого пути передачи между кровью матери, то есть ее антитела не попадают к малышам. Но вот как только они попали, вот тогда у нас уже есть вероятность развития проблемы. Соответственно, малыши, которые у нас от матери отнимаются, они обязательно должны выкармливаться чем-то, да, например, таким продуктом, как лактол, который по своему составу полностью подходит для питания малышей со дня рождения, потому что он содержит все необходимые витамины, минералы, микроэлементы, обогащен комплексом омега-3, а именно декозагексоэновой кислотой, которая присутствует в молоке кошек натуральным и необходима для нормальной работы головного мозга и передачи нервных импульсов. Без нее не происходит нормальной функции роста и развития организма. Также он, продукт, обладает очень высокой усвояемостью, хорошей перевариваемостью и, соответственно, позволяет малышей выкормить полностью. Если у нас по каким-то причинам за этот период, да, когда мы малышей отнимали, соответственно, назад мы их кошке не отдаем, но в этом случае мы можем выкормить их заменителем молока. Как же профилактировать такое состояние, как гемолитическая анемия котят? Если группа крови В мало распространена, как я сказала, в породе, то кошку с этой группой мы можем убрать. Только в том случае, если у нас такая ситуация наблюдается в породе. Но поскольку аллель В – это рецессивный аллель, котенок с группой крови В может родиться и у двух родителей с группой крови А, генотип которых содержит также хотя бы одну аллель В. В случае, когда генетическая ценность кошки достаточно высокая или есть группа крови В в большом количестве присутствует в породе, можно попытаться вязать ее только с котами группы В. Но на практике это непросто найти такого кота, чтобы он полностью подходил, наши кошечки, при этом еще имел и группу В. Поэтому не всегда это также приводит к рождению того помета, который мы и планировали. И, соответственно, в этом случае мы будем просто раскалывать породу. То есть у нас будут кошки с группой крови В и кошки со всеми остальными группами. То есть это А и А, Б. Как бы это тоже немножко неправильно. И последнее решение, в принципе, оно как бы самое часто применяемое, это просто отделить котят от матери с момента их рождения на период вот этой кишечной проницаемости. То есть на то время, пока антитела, которые они получают с молозивом, могут выйти напрямую из кишечника в кровеносное русло. В этом случае малышей отделяют от матери на сутки, а лучше на 26 часов. И в этот период их кормят заменителями молока, либо заменителями заранее подготовленным молозивом от другой кошки, или подкладывают к другой лактирующей кошке. Вот это будет вообще идеальный вариант, если таковая кошка с группой крови А у нас есть. Даже если эта кошка не начала лактировать вчера, уже лактирует несколько недель, то есть она кормит своих малышей, все равно мы можем к такой кошке малышей новорожденных подложить. Но очень важный момент – группа крови А должна быть у кошки-кормилицы. Через 2-3 дня мы можем без проблем вернуть детей маме, и, как я сказала, все у нас уже будет хорошо. Гемолитическая болезнь новорожденных – это болезнь, последствия которой могут быть очень-очень серьезными и для конкретно каждого отдельного помета, и для поддержания видов и пород в целом. Профилактика заболевания заключается в первую очередь в систематическом определении групп крови у кошек, которые принимают активное участие в разведении. И независимо от породы, определение группы крови у матери – это необходимое исследование при выяснении причин смертности котят в первые сутки жизни. То есть, если мы имеем такую ситуацию, нам необходимо разбираться, почему гибнут котята. И если мы выясняем, что у нашей кошки группа B, мы, соответственно, уже ее разведение строим по-другому. Надо отметить, что гемолитическая болезнь новорожденных встречается не только у кошек, но и у других видов животных. Особенность у кошек в том, что у них она может возникнуть уже прямо в первую беременность и проявляться в зависимости от подбираемой пары. Игнорировать такие проявления будет очень неправильно, и может, соответственно, привести к достаточно тяжелым последствиям для, как я сказала, и для породы, и конкретно для вашего питомника. Но важно не забывать, что во всей этой печальной, плачевной ситуации кошка и котята остаются полностью здоровыми. Соответственно, им нужно обязательно в этот период сбалансированное питание маме и, соответственно, малышам искусственный подкорм. Поэтому правильность ваших шагов в такой ситуации позволяет и сохранить жизнь малышам, и оперативность вашей реакции в такой ситуации позволяет и сохранить малышам жизнь, и, соответственно, выкормить их полноценных, здоровых, красивых кошечек. И, соответственно, применять мать в разведении, если это необходимо. Котят мы, если все-таки принимается решение о переводе на искусственное питание, соответственно, мы обеспечиваем их заменителями молока, и впоследствии, так же, как и всех остальных котят определенного возраста, переводим на прикорм и, соответственно, на твердое питание. Важно помнить, что поскольку у нас малыши-искусственники, они в некотором роде лишены, да, вот этих вот природных благ в виде иммунитета, да, соответственно, у них будет по-другому формироваться схема вакцинации. У таких кошечек вакцинация проводится раньше. Это первый момент. И второй момент. У таких малышей надо уделять большое внимание, конечно, рациону, то есть провести грамотный, правильный переход, соответственно, на прикорм и на твердое питание. Это питание должно быть с хорошим составом, с хорошей усвояемостью, при этом богато всеми необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами. Например, такой продукт, как курочка для котят от хэппикета, и, соответственно, она идет как уже питание для более взрослых малышей. Что касается лактирующих кошек, они также питаются кормами для котят, и для кошки также важно, чтобы компоненты корма были высоко усвояемыми, обладали хорошей биодоступностью, корм обладал хорошими вкусовыми качествами, соответственно, кошка получала все необходимые вещества, потому что многие из них будут уходить на выработку молока, потому что кошечка у нас в последствии все-таки будет лактирующей, заботливой мамой. Соответственно, ей нужно не только хорошее качественное питание, но и комфортное пищеварение. Соответственно, питание идет на кормах для котят. Что касается малышей, то после перехода на промышленные корма, уже на взрослое питание, у них начинается активный рост, активный рост, активное развитие, и уже начнется прорезание молочных зубов, поэтому потребности организма в этот период также будут очень высоки. Поэтому в составе кормов для котят должен присутствовать высокоусвояемый и биодоступный белок, достаточное количество микроэлементов, которые будут отвечать за формирование и прорезание зубов, за крепкие косточки и за полноценное нормальное развитие малышей. Также омега-3 и омега-6 в составе будут благотворно влиять на иммунитет, и витаминно-минеральные комплексы позволяют поддержать здоровье малыша в целом. Поэтому если мы даем таким котяткам, да любым котятам, хороший старт из высококачественных продуктов, в этом случае мы можем уже не переживать за их здоровье в будущем. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, для вас эта информация была полезной. Я напоминаю, что по промокоду вебинар в нашем интернет-магазине действует 10% скидка на весь наш ассортимент. Также мы предлагаем отдельную программу сотрудничества для заводчиков. С ней можно ознакомиться в разделе на нашем сайте о компании «Программа для заводчиков». По промокоду вебинар в интернет-магазине «Грандальфа» представляется 30% скидка на линейки кормов «Хэппикет» и «Хэппидог». Также, если вы наведете ваши мобильные телефоны на QR-код, вы сразу попадете на наш YouTube-канал, который называется «Биофар Раша». Там мы выкладываем записи абсолютно всех наших познавательных и абсолютно бесплатных вебинаров для всех желающих. Мы рассматриваем различные инфекционные болезни, вопросы вакцинации, кормления, содержания, социализации котят, щенков, взрослых животных. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Продолжение следует...